Не вари зла, только что вышел в кинотеатрах. Этот ремейк датского психологического хоррора 2022 года я ждал с нетерпением. Перед просмотром новой версии я пересмотрел оригинал. Хотелось понять, насколько они будут похожи. В целом, по диалогам, режиссерским решениям и основному посылу, фильмы оказались очень схожи. Однако было одно большое отличие – концовка. Финал новой версии оказался мягче, что странно, учитывая судьбу Пэдди. Фильм исследует темы последствий неискренности, умалчивания и чрезмерной уступчивости. Давайте разберем его подробнее. Вот анализ фильма «Не говори зла». Предупреждаю, в видео будут спойлеры. В основе сюжета лежит вопрос – что может случиться, если не принимать «Выбирайтесь из неудобных ситуаций», даже если расстроите кого-то незнакомого? В начале фильма первая встреча Бена и Пэдди была своего рода испытанием от Пэдди. «Это была охота, приманка рыбы на крючок», как сказал Пэдди. Пэдди попросил шезлонг с вещами Агнес. Бен уступил, лишив дочь места ради незнакомца. Это отражало суть главного героя – ставить комфорт других выше своего и семьи. Он избегал конфликтов, кроме семейных, и не выражал дискомфорт, кроме как с женой. Он заметил, что у Пэдди было пиво, хотя сам хотел, но не взял из-за замечания Луизы о раннем времени, показывая, что не мог сам принимать решение в тот момент. Эта семья старалась всем угодить. Хотя Луиза была честнее Бена и противостояла Пэдди, ее все же волновало мнение других. Например, вначале она сказала дочери говорить тише из-за окружающих, и даже сказала Агнес, когда-то смутилась, что думать можно что угодно, но вслух говорить не стоит. Доброта, благодарность и внимание к другим в итоге привели семью к ситуации, где их жизнь оказалась на грани, и их дочь тоже могла быть отнята. Испытания от Пэдди и Кейры проходили через весь фильм. От принуждения Луизы есть мясо, зная, что она вегетарианка, заставляя Бена оплатить дорогой счет за ужин, до просьбы к Луизе оставить дочь с незнакомцем, где могло случиться что угодно, и чувство вины, заставляющее их остаться после бегства из-за дискомфорта. Пэдди и Кира знали, как манипулировать Беном и Луизой, упомянув умершую дочь. Даже когда истинная сущность Пэдди и Киры раскрылась, они не смогли уйти. Возьмем, к примеру, концовку. Луиза и Бен узнали, что Пэдди и Кира – серийные убийцы, которые дружили с парами на отдыхе, убивали их, забирали ребенка, растили как своего, а потом переходили к новой семье, когда им надоедало. Но даже узнав это, Бен все равно пошел в комнату с инструментами с Пэдди, оставив семью с Кирой, где могло случиться что угодно, и не взял молоток как оружие. Было видно, что он думал об этом, но решил не делать. Даже то, что муравья бросили в озеро, привело к ловушке для семьи Бена, позволив Пэдди закрыть ворота, пока он преследовал его. Их доброту просто использовали, и семья точно знала, как заманить их туда, куда хотела. Когда Бен спросил, почему вы так с нами поступаете? А Пэдди ответил, потому что вы позволили нам. Это подчеркнуло, что у пары было много шансов спастись, если бы они послушали своего охранника и не боялись обидеть двух людей, о которых Луиза вначале сказала, что они недостаточно хорошо их знают, чтобы оставаться на выходные. Агнес чувствовала что-то подозрительное, но мать велела ей молчать об этом. Было тяжело слышать, как Агнес говорит родителям, что с приезда что-то не так, а они делают вид, что все хорошо. Даже одиннадцатилетний знал, что что-то не так, а взрослые просто боялись кого-то расстроить. Концовка этого фильма радикально отличалась от оригинала. Сейчас будут спойлеры к оригиналу, так что если не хотите их слышать, перемотайте вперед. Вместо того, чтобы добрая пара встретила смерть, будучи жестоко забитой камнями, как в оригинале, здесь пара выжила, а злая пара встретила свой конец. Пэдди забит камнем Антом, что напоминает финал оригинала, но выживание пары немного ослабляет концовку. Пара погибает из-за чрезмерной доброты и страха, расстроит незнакомцев, не дав отпор, потому что даже когда захотели, было уже поздно. А здесь был отпор, и они реально пошли против своих убеждений. Да, они выжили, и посыл был о том, как они изменились, поняв, что надо быть честными и дать отпор. Но я не думаю, что это такое же сильное послание. Цикличность злой пары, использующей доброту как слабость, была зловещей и в оригинале, и здесь. Но их погубили двое, кто даже не мог отказаться от мяса, хотя один был вегетарианцем. Для меня это потеряло часть шока и силы, которые были в оригинале. В конце мы видим, как Бен и Луиза уезжают, не зная, будут ли они вместе. Особенно после слов Луизы о том, что она не знает, смогут ли они быть вместе. Мы видели, как Агнес отдала плюшевого кролика Анту, показав, что повзрослела в поездке, как и говорил отец, хотя это произошло неожиданным для него образом. И, наконец, Ант со слезами держал кролика, осмысливая свои поступки. В основе фильма лежит идея о доброте как оружии и о том, как в обществе мы часто сдерживаемся, чтобы не расстраивать других и избегать конфликтов. Как сказал Пэдди, все болтают, но никто не говорит честно. Держать язык за зубами удобно для других, но мучительно для себя. Этот фильм показывает, как опасно молчать и к чему может привести отсутствие честности. Знаю, звучит радикально, но всякое бывает. Мое мнение о фильме. Считаю, что он хорош. Пересказ оригинален, но уверен тому, что мы видели два года назад. Были кадры, стилистически почти идентичные, что я уважаю. Музыка звучала жутко и включалась точно после неловкого молчания. К тому же, актерская игра была очень сильной. Сцена с Беном и Пэдди в пустом поле казалась важной для финала. В оригинале эта сцена ключевая, здесь же бессмысленно скопирована. Контраст между Беном и Пэдди был отлично показан в фильме. Видно, как Бен стремился быть похожим на Пэдди с первой встречи. Бен был слаб и подверг семью опасности, не уведя их оттуда. Даже в запертой комнате он сломался, и Луизе пришлось его встряхнуть. Не будь Луизы, Майк убил бы его стеклом. Одна ошибка фильма – это кастинг Агнес. Актриса отличная, но персонажу не должно быть почти 12 лет. Ей должно было быть около восьми. Странно, что в таком возрасте она зависела от кролика. Отец ненавидел кролика. Странно, что вернулся на ферму, когда все боялись. Понимаю, он хотел угодить и сделать дочь счастливой, но с семьей он всегда был честен и открыто говорил, что ненавидит кролика. Это нелогично. В оригинале Бьерн ищет его по городу, потому что хочет, так что возвращение было логичным. Джеймс МакЭвой покорил фильм своей жуткой улыбкой и фальшивым образом. За два часа его персонаж сильно меняется, и мы видим это своими глазами. К концу фильма он совсем другой человек, и это впечатляет. В фильме были неожиданные пугающие моменты, что сделало его интересным. Это добавило новый уровень ужаса, выходя за рамки чисто психологического. В целом этот фильм определенно стоит посмотреть. У пары убийц отличная химия, хочется, чтобы Бен и Луиза выразили свои чувства, а не были загнаны в угол. Хотя концовка не так хороша, как в оригинале, если вы его не видели, этот фильм все еще интересен. Просто он не так глубок. Итак, вот вам разбор фильма «Не говори ничего плохого». Если хотите увидеть разбор оригинального фильма 2022 года, нажмите на карточку в верхнем углу. Видео уже должно быть там. Или вы можете найти разборы других фильмов 2024 года на канале.